Приветствую, дорогие друзья! Вы смотрите канал OK English, с вами Елена Викторовна Вагниста. Вы попали в плейлист 150 English Frights for Conversation, 150 фраз английского языка для разговора, урок 131, посвящен фразе In Your James. Мы разбираем ее вдоль и поперек, смотрим на ее скрытый смысл и примеры употребления. Итак, словно переводится, конечно, как в твоих мечтах. А что в твоих мечтах? Но на самом деле скрыт смысл, что и не мечта этого все равно никогда не будет. То есть, это, если и будет реальностью, то только в твоих бурных фантазиях. So the meaning is this phrase is used to tell someone that they will not get what they want. Человек не получит то, чего он хочет. And let's read the explanation. Although the sentences below are used in full sentences, these phrases commonly used by itself. Ну, то есть, у нас предложения там будут в примерах, они будут использоваться, ну, они лишь иллюстрируют использование данной фразы. Потому что сама по себе она, как правило, говорится вот так вот, сама по себе, без комментариев. То есть, вам кто-то говорит типа... Ну, давайте, let's see the example. For example, you say, one day I'll be rich, I'll travel all around the world, I'll be very clever and very successful. But the person you're telling it to doesn't believe you, so this person says, yeah, in your dreams. Ну да, типа, мечтай, мечтай. То есть, я вообще ни капли не верю, что это будет реальностью. То есть, когда вам говорят in your dreams, это не значит, что надо мечтать больше. Это значит, что этого никогда не будет. И давайте посмотрим примеры, да. Sure, you will be a millionaire one day in your dreams. Ну да, конечно, ты когда-то будешь миллионером. Да, только в мечтах. То есть, in your dreams, это такой, знаете, некий сарказм, да, по поводу того, что ты мне тут распинаешься о своих великолепных планах, но на самом деле этому не сбыться. You'll be as good as me in your dreams. Да, конечно, только в мечтах ты со мной сравняешься. То есть, ты будешь таким же, как и я. То есть, один человек себя ставит выше другого и, не стесняясь, об этом говорит, что только в мечтах ты достигнешь меня. You'll be as good as me. Ты будешь, дословно, таким же хорошим, как и я. Ну, хорошим имеется в виду, настолько успешным, как я или настолько круто делать что-то, как я. Помним оборот. Be good at something. Быть в чем-то успешном, что-то делать лучше всех. In your dreams. Только в мечтах. You think you will beat me? In your dreams. Думаешь, победишь меня? Только в мечтах. То есть, in your dreams чаще используется вот именно так. Саркастическая фраза, чтобы подцепить человека и наметнуть ему, что и не мечта этого не будет. Давайте посмотрим мини-диалог. I've been practicing shooting basketball with my dad. Are you getting any better? I can beat you now. In your dreams, buddy. Ну что, я тренируюсь с папой играть в баскетбол. Ну и как? Ты лучше уже играешь? Да, я теперь тебя побью. Ну, конечно, да. Только в мечтах, дружище. Итак, первый человек говорит. Он какую-то мысль высказывает. I've been practicing shooting basketball. Давайте посмотрим наоборот. I've been practicing. Эта связка технически это present perfect continuous. Есть разборы на моем канале, смотрите. Эта связка показывает, что уже какое-то время человек в чем-то тренируется, да, выполняет какие-то тренировки. И что он практикует? He practices shooting basketball. То есть, забрасывать мячи в баскетболе. Shoot – это не только стрелять, но и забрасывать мячи, если говорить о баскетболе, да, with my dad, с папой. I've been practicing shooting basketball with my dad. Are you getting any better? И как у тебя лучше получается? Get better – когда вот что-то получается лучше. Здесь у нас используется get в связке с are getting, то есть в continuous. Мы намекаем таким образом на процесс, на изменения. И у тебя начинает получаться лучше? Are you getting any better? Можем any убрать, но в разговорной речи оно появится. I can beat you now – теперь я тебя побью, я смогу победить тебя. Beat – это не обязательно бить физически, это победить в состязании. I can beat you now – теперь я смогу тебя победить. In your dreams, buddy – ну да, только в мечтах дружище. Buddy – это такой типа дружище, дружочек, то есть такое, типа как аналог слова friend, но более совсем нейтральное и только для разговорной речи. И как еще можем сказать you wish – мечтай. По-моему, уже так же разбирали с вами. И все, друзья мои, по теории теперь мы начинаем заниматься практикой. Напоминаю, что теория без практики – это ноль. То есть если хотите, чтобы у вас что-то начало получаться, то мало как бы просто посмотреть материал, вы его быстро забудете. Важно заниматься практикой. Теперь что мы здесь делаем? Задание номер один. Сейчас все примеры, которые мы с вами разобрали, я прочитаю еще раз. Я их буду читать с паузами. Ваша задача в этих паузах – повторять за мной вслух, либо писать под диктовку. Поехали! Sure, you will be a millionaire one day in your dreams. You will be as good as me in your dreams. You think you will beat me in your dreams. I've been practicing shooting basketball with my dad. Are you getting any better? I can beat you now. In your dreams, buddy. You wish. Следующее практическое задание. Я напоминаю, что я для вас эти задания специально разработала, протестировала и даю их вам, потому что они эффективны. Это самое главное. Вы должны помнить, что я даю их не для того, чтобы растянуть время урока, а потому что это эффективно. Итак, что нужно сделать здесь? Вы видите русский слайд, те же самые предложения, но написанные по-русски. Задание номер один. Вы должны письменно сделать перевод и свериться с тем, что было в английском варианте. Задание номер два. Вы должны вслух сделать перевод на лету. Самое сложное задание, но самое эффективное. Делайте их. И последнее, что мы еще с вами не подтренировали, это навык понимания на слух. Поэтому сейчас открываем уши, слушаем диктора с американским акцентом, который прочитает все наши примеры еще раз. Не глядите в экран, но если прям совсем непонятно, то смотрите, а потом переслушайте, уже не подглядывая. Ваша задача научиться слышать каждое слово без того, чтобы глядеть в текст. Вы услышите. Даже если не со второй попытки, но вы услышите. Главное, отдавайте своему мозгу тренировку, своим ушам тренировку. Все, друзья мои, пожалуй, здесь мы можем заканчивать. Я благодарю вас за просмотр данного урока. Вы были на канале OK English. С вами Елена Викторовна Вагнистая. И мы с вами продолжаем работать над разговорным английским языком. В частности, над тем, чтобы понимать скрытый смысл, которого ого-го как много. И чем больше ты туда закапываешься, тем больше ты находишь всяких интересных тонкостей, нюансов, которые раньше не понимал. Поэтому казалось, что английский примитивный. Но на самом деле, никакой он не примитивный. Там ой, сколько всего интересного. И поэтому, если вам нравится со мной копаться вместе, жмите лайк, оставляйте комментарий. И до скорой встречи в новых уроках данного плейлиста. Bye! You will be as good as me in your dreams. You think you will beat me? In your dreams. I've been practicing shooting basketball with my dad. Are you getting any better? I can beat you now. In your dreams, buddy. You wish. I can beat you now. I can beat you now.